Кировская область 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 Несмотря на демографические процессы, которые в стране и в области происходят, мы из года в год увеличиваем число поступающих ежегодно в университет. Это происходит за счет увеличения бюджетных мест, за счет увеличения числа платных студентов. Удалось сформировать новую систему управления университета, которая во многом использует самые современные технологии, систему электронного документа оборота. Мы полностью перешли на электронное расписание работы университета. С вашего сайта введена новая система материального стимулирования преподавателя. Встал вопрос буквально с самого начала работы, как увеличить заработную плату. В первый год мы пошли по установлению просто надбавки, стопроцентной надбавки к окладу за счет небюджетных средств университета. Просто установить надбавку всем подряд – это неправильно. Нужно четко дифференцировать, кто и какой вклад вносит в выполнение основных показателей деятельности университета. Чем более успешно конкретный сотрудник университета выполняет их, тем большее количество в рейтинговой системе он набирает баллов, тем в большей степени вот этот надбавочный фонд распределяется в пользу конкретного преподавателя. Помните, 11 месяцев назад у вас на сайте появилось такое очень оригинальное сообщение, вернее название сообщения. Бабка и ягодка опять. Можете расшифровать? Да, было такое дело. Мы системно работаем не только со студентами, но работаем с родителями, школьников, даже с дедушками и бабушками. Что у нас сейчас происходит? У нас не старшие учат младших, сейчас школьники и студенты учат своих мам, пап и дедушек, и бабушек, как пользоваться электронной почтой, как регистрироваться, заходить в скайп, в социальные сети и так далее. И мы обнаружили, что среди представителей старшего пенсионного возраста населения нашей области есть большая потребность в этих знаниях. При этом есть определенный страх, есть какой-то определенный психологический барьер. Как вы пишете, страх и комплексы перед электронными штуками. Да, перед электронными штуками. При этом я понимаю, что это абсолютно безосновательно, там нет ничего сложного. Курсы-то работы на компьютере для ветеранов, они все-таки открыты? Курсы открыты. Сейчас уже более 500 человек прошли в нашего города, прошли обучение по этим курсам. Для них они совершенно бесплатные. Очередь расписана на три месяца вперед. И я очень удовлетворен, что мы в лице старшего поколения имеем таких хороших союзников и друзей, которые к нам, я надеюсь, после этого будут еще лучше относиться. Когда вы появились два года назад, наверное, почти целый год кипели страсти о возможном объединении университетов. Я знаю, что вы придерживаетесь очень четкой позиции, что учредителями является Министерство образования. Это в их компетенции, если сочтутся лицообразно. Да. Со стороны высшего руководства страны есть желание модернизировать, вывести отечественное образование на лидирующие мировые позиции. И в этой связи снова встал вопрос о том, что какие-то вузы страны работают профессионально и хорошо, динамично развиваются, а какие-то, как государственные, так и негосударственные, являются явными аутсайдерами, отстают. До 20% вузов государственных и 30% их филиалов будут попадать под программу реорганизации, которая в себя будет включать ликвидацию, либо присоединение к больной силе и успешной. То есть такой вариант не исключен для Кировской области? Ну, я надеюсь, что Кировская область в данном случае в меньшей степени будет относиться, потому что и среди государственных вузов, которые присутствуют в Кировской области, их всего четыре. Каждая из которых имеет свою нишу, имеет давнюю историю работы, прекрасный авторитет и, я считаю, перспективы развития. Нужно ли в стране и в нашем городе такое количество филиалов, не государственных вузов, но это уже вопрос к министерству и к учредителям этих филиалов, насколько они качественно работают и услуги, какие у них есть условия. Но для Кирова, я считаю, четыре вуза не такое уж большое количество. Да, мы конкурируем, да, мы конкурируем за абитуриента. Это является для нас стимулом для того, чтобы работать постоянно над повышением качества работы, модернизации, лабораторной базы, оборудования. Наше интервью накануне нового учебного года, с наступающим новым учебным годом. Спасибо, обращаю. Как прошел прием? Насколько он выполнен? Как, может быть, динамики по сравнению с прошлым годом? Прием прошел очень интересно. Мы ежегодно, готовясь к приему, вводим определенные инновации. За эти два года здорово мы продвинулись. Сейчас абитуриенты сидят дома, открывали сайт университета, выбирали перечень специальностей, смотрели его, читали подробную информацию, что она себя представляет, имели возможность все правила приема изучить. И в электронном виде заполнить анкету, нажать клавишу «Энтер», и заявление уходило в электронном виде. Мы сами проверяли соответствие оценок ЕГЭ по федеральной базе, и после этого ежедневно в режиме онлайн он мог видеть, где он находится в списках, проходит он или нет, на бюджетное место. Новым пополнением, или, если еще не сказать, призывом, вы довольны? Да, я очень доволен. И, кстати, судя по анкетированию, режим работы через сайт университета, он наиболее востребованный у подавляющего большинства абитуриентов. Давая высокую оценку новому пополнению студенчества, зачастую в вузах жалуются на то, что образование старшеклассников оставляет желать лучше. К сожалению, я должен подтвердить ваши слова, и такая тенденция заметна. Пока тренд не переломлен, и вот у меня есть данные о результатах сдачи ЕГЭ в этом году. Практически по всем предметам произошло снижение среднего балла. Это приводит к тому, что мы с большим трудом, среди большого количества желающих поступить, это не только наш университет, это все вузы страны пытаются отобрать наиболее качественных абитуриентов. И мы сейчас определенную работу проводим, чтобы в начале учебного года для первокурсников организовать дополнительные курсы, где мы их не только тестировали дополнительно, но еще могли дополнительные знания дать по закреплению школьной программы, от которой будет уже отталкиваться университетский учебный процесс. Получается, что в той или иной степени вы еще и доучиваете с точки зрения... Кто хочет и может, тех доучиваем. Кто не тянет с программой, ну, с ними расстаемся. Я знаю, что Ваш университет наградили за высокие показатели развития системы трудоустройства выпускников. В то же время мы знаем о том, что проблема очень серьезная, когда в вузы выпускают много лишних специалистов, которые просто не нужны. Да, это один из критериев, по которым сейчас министерство будет оценивать эффективность работы образовательных учреждений. Но, Вы знаете, вопрос достаточно сложный и аккуратный. Потому что, вот, Вы по профильному своему образованию Высшему, Вы кто? Я инженер, закончил автоматику и телемеханику, но по специальности не работал. Вы инженер, но при этом руководитель долгие годы крупного государственного федерального предприятия на территории Кирпской области. Вот такая Ваша карьера, это успешная подготовка Вас как инженера или нет? Нет. Это говорит о том, что вуз хорошего выпускника Семенова выпустил или нет? Я могу только одно сказать, что... Я думаю, что все-таки хорош. Даже первое, в моем высшем образовании, даже в студенческих отрядах на Комсомоле, мне это очень пригодилось, что образовали. Вот видите, Вы сами говорите о том, что можно получить разную специальность и очень важно здесь уйти от каких-то формальных оценок. Ну понятно, что если человек ушел на рынок колготками торговать, то, наверное, он как инженер как-то не сложился. Но если он там открыл свое дело, предприятие или стал каким-то руководителем значимым, значит и вуз его подготовил хорошо. Вы подготовили прекрасного специалиста, скажем там, новой формации, готовому к новым технологиям, а он приходит даже на практику или уже конкретно на предприятие. А оборудование старое. Что делать молодым инженерам на заводах, где нет новых технологий, где нет модернизации, где могут сказать, да забудьте, чему Вас учили, осваивайте то, что есть. Это Вам не университет. То, что Вы говорите, это проблема, известная нам, и мы ей системно занимаемся. Многие предприятия продолжают активно развиваться. Мы ежегодно получаем большое количество заявок на трудоустройство, прежде всего, инженерных специалистов в различных отраслях. Как с нашего региона, так и с соседних. Ядерный центр Сарова, целый ряд крупных предприятий Ижевска, Казани, просто сразу обещают квартиру и очень приличную зарплату. И здесь нашим предприятиям, Кировским, я считаю, что нужно определенные усилия приложить для того, чтобы этого хорошего специалиста закрепить. Вы ведь вошли в число победителей конкурса по стратегии развития. Государство сказало, да, у нас есть главные вузы страны, МГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет. Далее, есть семь федеральных университетов в стране, которые являются крупнейшими научными, культурными, политическими, общественными центрами страны, которые сосредоточены в федеральных округах. Далее определили научно-исследовательские университеты, которые являются флагманами науки, космос, сельское хозяйство, медицина и так далее. А далее вот эти 50 ведущих вузов страны, которые готовят качественных, высококачественных специалистов, инженеров высшего профессионального образования. Вот мы в это число попали. Мы получили и будем получать еще в течение трех лет дополнительные существенные более 100 миллионов рублей в год средства, на которые мы проводим модернизацию нашей базы, ремонт лаборатории, создание новых, закупка самого современного оборудования и так далее. Наша победа очередная в конкурсе министерства на лучшие программы развития студенческих объединений принесла кроме почета и уважения нам дополнительные деньги, более 30 миллионов рублей, которые мы получили от министерства. Они заставили нас еще у себя найти резервы. В результате у нас студенческая активность просто расцвела пышным цветом. Здесь полный спектр, чем можно заниматься в неучебное время, начиная от научных исследований, за которые они деньги получают, заканчивая спортом, туризмом, альпинизмом и так далее. И, соответственно, мы уверенно смотрим вперед и в свое будущее. Заглянем в будущее страны. Создание конкурентоспособного сектора биоэкономики, наноиндустрии и информационной технологии – это основа модернизации экономики Российской Федерации. И вот только реализация принятой в этом году комплексной программы развития биотехнологии до 2020 года потребуется в совокупности на ее реализации 1 трлн 180 млрд рублей. Но потребуются и специалисты. Что касается самых высокотехнологичных и самых перспективных с точки зрения развития экономики и промышленности страны дисциплин и наборов специальностей, университет ими обладает. Победы многочисленные в грантах, получение дополнительного финансирования, хозрасчетные заказы со стороны предприятий различных, энергокомпаний. Значительные средства, которые университет зарабатывает, выполняя научные работы, говорит о том, что мы смогли сохранить кадровый потенциал. Мы развиваем лабораторную базу и наши выпускники готовы выполнить те задачи, которые сейчас стоят очень серьезные. Мы с вами понимаем, что если сейчас мы не сможем это сделать, то мы технологически отстанем навсегда. Я желаю реализации тех достаточно масштабных и грандиозных планов, которые вы строите. Вопрос, касающийся ваших увлечений. В середине прошлого десятилетия вас можно было увидеть на мотоцикле. А чем сейчас увлекаетесь? Я всегда был сторонник разносторонних. Зимой надо кататься на лыжах, летом ходить на рыбалку, заниматься спортом. Но мотоцикл у меня по-прежнему стоит в гараже. К сожалению, не так часто удается на нем выехать из-за большой загруженности на работе. Владимир Владимирович, в свои 42 года я пробежал первый марафон 42 километра. Вам 42. Вы молодой человек, у вас должно все получиться. Спасибо большое. Спасибо большое.